Как было отмечено на совещании, в первую очередь в Губкинском необходимо решить вопрос газификации и газоснабжения, а это предполагает возведение газораспределительных станций, пунктов газопроводов. Строительство этих объектов позволит городу перейти на экономичное газовое отопление. Обсудили вопросы возведения капитального жилья для приезжих специалистов, а также появление таких объектов здравоохранения, как учреждения охраны материнства и детства. В общем, построить предстоит многое. Этому вопросу мы уделяем большое внимание, так как все должны понимать, что мы в этом году заложим в генеральный план, тем мы будем жить на протяжении 20 лет. Обсуждения были бурные. Практически каждый из присутствующих высказывал мнение о том, какие объекты необходимо внести в генеральный план города. Одно из предложений предпринимателей касалось строительства капитальных торговых объектов вместо демонтируемых павильонов. Интересные предложения поступали и от работников Думи. Так как все-таки развитие генерального плана на 20 лет вперед, население наше все-таки растет, расчетное количество, конечно же, увеличится через 20 лет, предлагаем рассмотреть вариант создания еще дополнительной территории под садовый массив, либо дачный, скажем так, потому что потребность людей в этом есть. 100 гектар, которые у нас есть сейчас на данный момент, с ними нужно разбираться, но их, к сожалению, недостаточно будет через 20 лет. Перечень объектов, которые планируют утвердить, довольно большой. Это около 100 зданий различного назначения. Так, согласно генеральному плану, в Губкинском предусмотрено строительство дворца бракосочетаний в 10 микрорайоне, стадиона на тысячу мест в 15-м, торговые комплексы и многое другое. Какие объекты, по мнению жителей, должны появиться в Губкинском, мы спросили на улицах города. Ну, я думаю, лишний детский сад не помешает, чтобы очередей не было. У каких-нибудь этих, наверное, для молодежи клубов, так-то дворец вон какой построят, только никак не запустят. А так, в принципе, все есть. Мне кажется, что в нашем городе не хватает больше центров для развлечений, то есть для молодежи, таких как «Факел», «Олимп». Со временем появятся в нашем городе и такие объекты, как патологоанатомический комплекс, крематорий и дом ритуальных обрядов. Построят также новые учреждения образования, например, Арктический колледж. В генплане уделено внимание и местам массового отдыха. Будут разбиты новые парки, скверы, появятся бульвары и городской пляж. Вы только представьте, насколько преобразится наш город через 20 лет. Здесь будут созданы все условия для успешного развития детей и культурного времяпрепровождения молодежи. Хотя и сейчас Губкинский довольно удобен для проживания. Но новый мини-аквапарк, торгово-развлекательный центр, стадион и крытые стоянки для автомобилей нам не помешают. Дмитрий Самойленко, Сергей Макарчан. Новости Губкинского.